Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. У предпринимателей остается меньше месяца на замену кассовых аппаратов. С 1 июля вся контрольно-кассовая техника должна перейти на онлайн-общение с налоговой службой. Для этого нужно закупить и зарегистрировать новую технику, приобрести и установить на нее специальный фискальный накопитель и заключить договор с оператором, который будет передавать данные. Сделать все это успели меньше половины предпринимателей. Почему в проблему погрузился Дмитрий Вороновнин? На центральном автовокзале Ежеско контрольно-кассовые аппараты начали менять еще в начале весны. Всего здесь 8 окон продажи билетов. Четыре из них уже оборудованы новыми онлайн-кассами, пока они работают в тестовом режиме. 303 рубля билет. 3 рубля будет у вас? Вот правда, с четырьмя другими окнами небольшие проблемы. Чем ближе час икс 1 июля, тем организациям становится труднее приобретать новые кассовые аппараты. 1 июля, если все это должно быть сдано, то цену увеличили. На рынке не так много продавцов этой техники. И, соответственно, цены, да. Житаж получился? Да, да. То есть ее на сегодня даже не хватает. Между тем, организациям и предпринимателям, которые в назначенный день не начнут работать с покупателями по новым правилам, грозят штрафы от 10 до 30 тысяч. Но на сегодняшний день в Удмуртии лишь 40% индивидуальных предпринимателей уже заключили договоры на приобретение онлайн-касс. Проблема в отсутствии достаточного количества фискальных накопителей. В связи с этим идет и злоупотребление ценами некоторыми продавцами. На авито там продаются, к примеру, он свыше 20 тысяч, а хотя ему цена в районе 6 тысяч. На мой взгляд, эту цену 6 тысяч надо еще в дальнейшем снижать. Финансовый омбудсмен сегодня заверил, штрафовать после 1 июля будут только тех предпринимателей, которые вообще не заключили договоры на приобретение новой техники. Так что поторопиться придется. Саму же идею продавать при помощи онлайн-касс ряд экспертов приветствуют. Плюсы говорят есть. Все расчеты моментально будут оказываться в поле зрения налоговиков. Покупатели смогут получить чек в электронном виде, который можно сохранить. А государство сможет мониторить деятельность предпринимателей. Не нужно ходить в налоговый орган, носить кассовый аппарат. Все можно сделать в электронном виде. Законопослушный бизнес получает отказ от проверок со стороны налоговых органов. Федеральная налоговая служба будет видеть все расчеты, произведенные с контрольной кассовой техникой. И, соответственно, бизнес избежит выхода проверок со стороны налоговых органов. В региональной налоговой службе рассказали, сегодня предприниматели региона приобрели уже 6,5 тысяч единиц новой контрольно-кассовой техники. Дмитрий Вороновлин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». О браконьерстве говорили на совещании по обеспечению правопорядка в Удмуртии при главе региона. Его провел Александр Бричалов. Удмуртия лидирует в Приволжье по количеству преступлений, связанных с охотой. В прошлом году их было выявлено больше сотни. Для сравнения, в Кировской области в три раза меньше, в Татарстане в четыре. Между тем, доказать вину очень сложно. Из 20 дел только по одному был вынесен обвинительный приговор. В ходе расследования по месту жительства у одного из подрыванных изъято 7 мешков с мясом, шкура лося, ружья, патроны, одежда. Тем не менее, для проведения его версии, версии защиты адвокатов, о том, что он убитого лося нашел в лесу, не хватило собранных доказательств. Основной объект охоты браконьеров лось, его популяция у нас в четыре раза больше, чем у кировчан в Башкирии и Татарстане. В прошлом году, по словам руководителя Минприроды, был зафиксирован случай, когда лосей с помощью вертолетов гнались с территории Удмуртии в Башкирию. Однако, отметил Нестеров, по ряду причин до расследования это дело так и не дошло. Александр Бричалов дал поручение подготовить предложение по усилению мер для борьбы с браконьерами. В Можге заработала ситровая ферма. Проект не только инвестиционный, его можно назвать импортозамещающим. Перспективно ли выращивать царскую рыбу, предприниматели расспросили наши журналисты. Это установки замкнутого водоснабжения. Технологию широко используют во всем мире для выращивания рыбы. Она позволяет держать под контролем все параметры – температуру воды, насыщенность кислородом, очистку. Товарного вида вот в таких искусственных условиях рыба достигает буквально за два года. В естественных условиях на эти же цели ушло бы в два раза больше времени. Первую партию мальков мажгинцы закупили два года назад. Тогда это было хобби, рассказывает Андрей Лепихин. Сегодня здесь уже расширяют цех. Кроме осетров начали выращивать и стерляк. Правда, мальков пока закупают, но уже думают о собственном производстве. Пока не хватает еще опыта. Попытки были, предпринимались, но, так скажем, это все в перспективе. Что еще в перспективе? В перспективе расширить и, так скажем, выйти уже на рынки не только Удмуртии, Татарстана, Кировской области. Ну, хотелось бы, конечно, какую-то поддержку от государства, потому что своими силами очень сложно вытянуть. Так скажем, за счет этого строительство у нас идет очень медленными темпами. Свой опыт за семью замками мажгинцы не держат. Готовы делиться наработками, идеями. Уверенно, для Удмуртии производство ценных пород рыбы в искусственных условиях может стать перспективой, особенно для села. Ну, в природе рыба донная, что найдет на дне, что и кушает. А здесь полностью балансированный корм, то есть белковый, зировой. Пока осетра в наши соседние регионы поставляет Азербайджан и Башкирия, в свою очередь Минсельхоз Удмуртии изучает опыт региона в плане господдержки именно рыбоводческих хозяйств. Надо отметить, что у нас потребление рыбы, если взять не только Российскую Федерацию, но и Нурскую Республику, то есть оно отходит от физиологической потребности. Сегодня достаточно это перспективное направление, которое необходимо развивать. Сегодня уже начали активизироваться небольшие, так скажем, фермеры. Тоже начали развиваться и выращивание прудовой рыбы. Впрочем, поддержку можно получить и в виде грантов для начинающих предпринимателей. В этом году сумма субсидий достигла 3 миллионов рублей, и первые заявки от фермеров на производство рыбы уже начали поступать, сообщили в Минсельхозе. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». День города в Ижевске в этом году пройдет по-новому. Главных отличий два основной территории праздника переместится с центральной площади на набережную. А сами торжества продлятся не один, а три дня. Праздник начнется уже в субботу, 10 июня в Ижевских дворах. В рамках этого дня пройдет четыре таких типовых события. Это конкурс «Лучший двор», где дворы могут оставлять свои заявки. По нескольким номинациям это экологичность, это благоустройство. Конкурс «Лучших дворников» будет проведен. Также герои двора. Это люди, которые активно в этом дворе свою жизнь проживают и большой вклад в развитие дворовых территорий вносят. Праздники продолжатся 11 и 12 июня. Традиционно пройдет Ижевский виллапарад. На набережной состоится финал конкурса по скоростной сборке АК-47 и фестиваль брейк-данса. На арт-субботник приглашают молодые художники. Они украсят сокольные этажи ряда домов традиционными удмуртскими орнаментами. Будет работать кинотеатр под открытым небом. Завершится праздник фейерверком в 22.00. Полная программа праздника на сайте администрации города. Ну и как всегда по традиции Ижевск свой день города отметят большим хоровым собором. Он стал уже визитной карточкой столицы республики. В этом году сводный хор соберется на ступенях Александра Невского собора уже в 20-й раз. Готовить артистов к юбилейному выступлению прибыл специальный гость – британский дирижер. На репетиции побывала Светлана Буланова. Они ловят каждый жест и взгляд своего дирижера. Он англичанин, дирижер Англиканской церкви Святого Духа. К Удмуртию Марк Чарльз приехал на неделю ради этих репетиций. Это его второй визит в Ижевск. В прошлый раз Марк тоже приезжал накануне Дня города специально, чтобы подготовить кайверный хор к выступлению. У артистов два больших события – гала-концерт и большой хоровой собор. Я должен сказать, что хор абсолютно великолепен. Они очень быстро учатся, они очень гибкие, подстраиваются подо всё, что бы я им ни сказал. И это просто удовольствие – работать с ними. Уровень произношения английского замечательный. Очень редкую программу не только для Удмуртии, но и даже для России готовит Марк Чарльз с камерным хором. В репертуаре произведения английских композиторов XVI века и современные. Он её лучше понимает, он её лучше знает. Для нас это всё-таки иностранная музыка. Нам ближе как раз-таки русская, вот удмуртская, да, то, что здесь. Может быть, народов, которые проживают на территории России, она нам ближе. А зарубежная музыка, в том числе английская, она как бы вот ему ближе. Поэтому он нам лучше может донести, как эту музыку исполнять, какие нюансы должны быть. Впрочем, к экспериментам артисты привыкли. В репертуаре камерного хора произведения немецкие, французские, испанские. В хоре уверены, ижевчане оценят и английские шедевры. Музыка, она интернациональная, состояние интернациональное. И поэтому зритель в любом случае слушает образ, слушает музыку. И если его грамотно доносить, а Марк сейчас очень тщательно работает над произношением, над характером, я думаю, что зритель тоже окунётся. Просто нужно быть внимательным и чуть-чуть больше открыть душу и сердце. Духовная английская композиция «Правда какая» держится в секрете. Прозвучит и на Большом хоровом соборе. Лучшие хоры со всей Удмуртии 11 июня соберутся все вместе уже в 20-й раз. Место неизменное. На ступенях кафедрального Александра Невского собора. И когда ты слышишь, как поёт большой огромный хор, то внутри что-то происходит, в душе поднимаются какие-то положительные, такие тёплые эмоции, и душа поёт, и сердце подхватывает мелодию, которая звучит со ступенек собора. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В календаре дат произошли изменения. В сентябре в республике появится ещё один так называемый «День трезвости», когда продажа алкоголя в магазинах будет запрещена. Это 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Таким этот день стал ещё в 1914 году по решению Синода. Кстати, как раз накануне Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны. Это Магаданская и Сахалинская области, Москва и Республика Коми. Самыми трезвыми оказались Республики Кавказа. Удмуртия держится в середине рейтинга. И у меня на этом всё. Ещё больше новостей на нашем сайте myodun.ru. До встречи.